Такой день на канале Мир Белогорья. Государственного национального исследовательского университета Елена Овсянникова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Ну и в преддверии Дня знания, наверное, первый вопрос, которым мы коснемся, это вопрос учебы. Делать домашнее задание. Для родителей, наверное, это очень сложное испытание. Испытание для их нервов, если можно так сказать. Стоит ли помогать ребенку, вернее, как правильно помочь ребенку сделать домашнее задание, и стоит ли вообще помогать ему? Я думаю, что для любого человека целое испытание делать чужую работу и вообще чужие задания. Дело в том, что задание дается ребенку. Поэтому и выполнять это задание логично ему. Другой вопрос, что родители так беспокоятся об успешности своего ребенка, так хотят, чтобы у него все было хорошо, и это можно понять. Тем более, что если это новая деятельность, и ребенок пришел только в первый класс. Но помощь заключается в организации всего этого процесса выполнения домашнего задания. Поэтому от родителей зависит только то, как они научат выполнять эту деятельность. То есть, насколько он будет успешно овладевать этой деятельностью, зависит от родителей. А как научить? Родитель должен создать условия для ответа на два вопроса. Что делать в процессе выполнения заданий и как это делать. Поэтому получается, что нужно создать все условия организационные, чтобы ребенок знал, где место для выполнения заданий, и какая последовательность, то есть какой алгоритм. И родитель, его задача прийти и сказать, возьми дневник, открой, посмотри, что задано. Проще начинать со сложного, пока у тебя ресурсов больше и так далее. То есть, какие-то такие подсказки. И дальше, разобрав с ребенком, что ему нужно сделать, они предлагают ему сделать самостоятельно. Но дальше, даже если вы разобрали очень подробно что-то, ваша задача, как родителя, уйти в другую комнату, вообще отойти от ребенка, то, чтобы он почувствовал, что вот это задание осталось в его руках. Потому что пока вы рядом, тем более, если вы в руках держите его книгу, его дневник, его тетради и ручки, естественно, ребенок начинает скучать, он выпадает из этой деятельности, он понимает, что раз вы это взяли на себя, вы это сами доведете. И поэтому у него уже нет вообще надобности этим заниматься. Да, и стимула нету никакого. Да, совершенно верно. Скажите, вот получается, если в дневнике плохие оценки, да, родитель не должен брать дневник и бежать исправлять оценки к учителю, да, он должен разобраться с ребенком и выработать какой-то алгоритм действий, чтобы эти оценки исправить. А скажите, а должна быть какая-то, может быть, так скажем, система поощрения? Вот ты выполнишь, получишь что-то. Дело в том, что если поощрение предлагается не связанное с самой учебной деятельностью, то есть если успех ребенка не является поощрением, то это отвлекает его от содержания вообще выполнения деятельности в школе. И получается, мы ребенку подсказываем, что сама по себе деятельность как бы не важна, а важнее вот нам, родителям, получить от тебя вот эту отметку или что-то еще. Поэтому здесь вот очень важно, какие вопросы мы задаем, когда ребенок к нам приходит говорить о школе или возвращается из школы. Важно спросить не что ты принес, а что было интересного. И поэтому поощрения, вот они должны быть такие, ну то есть это эмоциональное совместное переживание успеха, это самое главное поощрение для ребенка. Поэтому когда он приходит и рассказывает даже об очень мелких успехах, очень важно, и даже если этот успех не пятерка, а вчера была тройка, а сегодня четверка, вот это и есть совместное бурное переживание. Может быть, это, я не знаю, за чаем, может быть, это какой-то поход, приуроченный к этому событию. Вот такие формы поощрения, они логичны. Но если вы понимаете, что ребенок сделал что-то очень большое, и преодолел себя, и достиг чего-то, что было ему непросто, конечно же, вы можете просто говорить о том, что так много потратив сил, ты можешь их восстанавливать через какие-то тоже средства, которые можно вкладывать вот в эти формы поощрения. Но отталкиваясь от вашего ответа, вот есть такая родительская тактика, стать ребенку другом. А вот скажите, не нарушает ли это иерархии в семье? Вы сказали очень важный термин психологический, иерархия. Дело в том, что семья – малая группа, как и любая другая. И в производственных отношениях есть эти малые группы. И если говорить о иерархии, то это единственный способ стабилизировать и сделать безопасными и понятными отношения внутри этой группы. Поэтому это один из самых важных факторов и характеристик в отношениях. Поэтому, конечно же, вы верно сказали, дружить может себе позволить только родитель взрослого ребенка. То есть, когда ребенок уже уходит в свою жизнь, и уже совершенно не зависит от родителя, и самостоятельно уже строит свою профессиональную деятельность, свою семью и так далее. Вот на этом этапе родители становятся друзьями. Но раньше, к сожалению, дружба предполагает общение на равных. А на равных – это значит, можно где-то договориться. То есть, от друга мы ждем всегда только поощрений, принятия и так далее. И тогда это путь к обидам и конфликтам. Поэтому родители, которые дружат, это обычно конфликтные взаимоотношения с ребенком. А вот там, где родитель сначала в иерархии занимает свое какое-то место и дает ориентиры, потому что правила, требования, которые помогают выжить в обществе, понять, как оно функционирует, стать в нем успешным – это самая главная функция родителя. Называется социализация. И вот если это сделано, вот тогда наряду с этим, чем старше ребенок, тем больше можно вносить туда вот эти элементы дружбы. Но друзей много, а родители единственные. Поэтому, став другом, родитель как бы сбрасывает с себя функции родительские. А это… их никто не возьмет. Поэтому лучше быть родителем. Скажите, есть такая проблема, назовем это проблемы, да, отцов и детей. Это прежде всего касается столкновения устоев и интересов. Вот в любом конфликте одна сторона всегда должна идти на компромисс. И обычно это та сторона, которая мудрее. Скажите, должен ли родитель уступать? Дело в том, что вот вы говорите о конфликтах, да, и стратегиях поведения в конфликте. Поэтому компромиссы и уступки – это как раз не самые продуктивные способы. Хотя более продуктивные, например, чем соперничество или какие-то острые формы. Но самая продуктивная форма – это сотрудничество. Поэтому получается, что сотрудничество предполагает, в том числе оно допускает иерархию. И если родитель задает какие-то жизненно важные ориентиры для ребенка, то здесь на уступки идти сложно. Поэтому другой вопрос, что можно создать иллюзию. У психологов есть такое понятие, очень интересно, выборы без выбора. То есть это такая стратегия поведения родителя, когда он предлагает ребенку выбрать, но из всех верных выборов. То есть он предлагает разные варианты, но которые приведут его все равно к выполнению какого-то одного психологического механизма. И тогда ребенок чувствует, что ему дается выбор. Он видит, что родитель не давит и не настаивает. Но при этом, чтобы он не выбрал, это будет правильный выбор. Поэтому талант родительства, наверное, заключается в том, чтобы такие условия создавать и подводить ребенка вроде бы к разным выборам. Но чтобы не выбрал ребенок, это было верно и помогало ему в жизни. Скажите, Елена, а вот в вашей практике часто ли бывали случаи того, что родители поднимают вопрос о непонимании, допустим, реакции и поведении детей? Да. Я думаю, что все причины конфликтов, они заключаются в неверном понимании или в какой-то не совсем логичной интерпретации родителей поступков ребенка. Но вот здесь нужно, опять же, в защиту родителей сказать, что очень важный момент, все социальные роли, они связаны с разными формами обучения в нашей жизни. Родительство – это одна из самых сложных социальных ролей. Нас никто не учит быть родителями. Поэтому, скажем так, все, что мы имеем в своем опыте, это свои взаимоотношения в родительской семье. И быть талантливым родителем сразу – это очень непросто, хотя каждый мечтает об этом, каждый считает, что он будет обязательно самым лучшим родителем, и у него обязательно будут самые хорошие взаимоотношения с ребенком. Но, к сожалению, когда возникает вот это взаимодействие, когда появляется ребенок, мы очень часто приходим вот в такие тупиковые ситуации. Потому что выбираем, может быть, простые какие-то решения? Дело все в том, что на самом деле поступок ребенка, когда у нас есть своя какая-то картинка идеального ребенка и идеального его поведения, мы ждем, что он обязательно будет действовать так. И когда он не вписывается в эту картинку, у нас паника и желание сразу его поставить на место, загнать в эту, потому что это сразу удар по нашему образу идеального родителя и разрушение образа нашего идеального ребенка. Поэтому мы не можем это принять. А наша задача, если мы говорим о родительстве, опять же создавать такие условия, при которых мы будем способны услышать ребенка и понять, а почему он вышел за рамки нашего идеального. А вот то, что он сейчас делает, а может быть, это лучше того идеального, что я себе придумал? Ну, то есть это риск, как бы более гибко отнестись к своим жизненным установкам. Это, конечно, очень сложно, это всегда такое состояние опасности, поэтому те родители, которые имеют смелость, как бы не очень однозначно программировать своего ребенка, а готовы к разным ситуациям, и которые пытаются понять мотивы, настраиваются на волну ребенка, пытаются понять, что его толкает на... Те получают результаты. Да, те получают возможность, размышляя, найти стратегию нащупать, совершенно, может быть, не зная даже, как правильно, но интуитивно что-то найти. Елена, мы вышли на улицы Белгорода и спросили у горожан, что вызывает у них наибольшее непонимание в поведении современной молодежи. Давайте посмотрим опрос. Сотовые телефоны, зазомбированные все дети, и сидят в компьютерах день и ночь. Неуважение к старшим. Возможно, что они со сверстниками мало общаются. А почему? А больше заседают в интернете, в гаджетах. Ну, наверное, гаджет-зависимость. То, что они настолько у нас не умеют общаться между собой. Хамство, вульгарность, мат. Даже детки в нашем дворе бегают, школьники. Меня это очень возмещает. Скорее всего, негодование, например, чрезмерное увлечение интернетом, телефонами. Наверное, жестокость. Бесконечные телефоны, компьютер, невозможно оторвать. Безотрывная игра. Они уже не разучились разговаривать, потому что они все время смотрят в телефон или в планшет. Читать перестали совершенно. Не знаю, но оглас может. Очень мало общения между собой. Слишком много заняты гаджетами. Ну, судя по ответам, цифровое детство – это как бы сегодняшний день. Это реалия сегодняшнего дня. И все-таки современные девайсы – это часть нашей жизни. Мы, взрослые, часто используем гаджеты для общения, для работы, для того, чтобы отдохнуть. И, может быть, чему удивляться, что мы подаем пример детям. Да, они за нами следуют. Но все-таки как сделать цифровое детство здоровым? Дело все в том, что, наверное, самое главное, что нужно сказать – все замечательное в этом мире, если становится единственным содержанием, которое наполняет нашу жизнь, это превращается в форму зависимости. Есть такое понятие – зависимое поведение. И сейчас очень много об этом говорится, потому что, на самом деле, очень много спектра зависимости расширяется. На сегодняшний день есть, например, новые формы зависимости – бьюти-зависимость. Тоже, кстати говоря, начинается от подросткового возраста. Это когда девушки не могут без косметики выходить на улицу, обязательно пользуются какими-то очень серьезными косметическими процедурами и так далее. И очень много есть разных моментов. Гаджеты и все, что связано с интернетом, компьютером, айфонами и так далее – вся эта техника тоже может становиться зависимостью. То есть то, что в дозированном варианте полезно и облегчает нашу жизнь, и делает ее более насыщенной, интересной, содержательной, если заниматься только этим и сконцентрироваться, и, можно сказать, застрять на этом, это все, естественно, разрушает наше психологическое здоровье. Так как избавиться от этой зависимости? Все очень просто. Дозировать все правильно? Как я уже сказала, что нужно избегать этой зацикленности. То есть нам нужно предложить нашим детям много альтернативных вариантов проведения своего времени, досуга, способов выполнения деятельности. И тогда, но при этом не просто альтернативных вариантов, а привлекательных. То есть их нужно так предлагать, в такой форме, да? Но самое главное, в какой форме предлагать? Нужно иметь это в собственной жизни. То есть если ребенок живет в семье, которая часто путешествует, имеет разные формы досуга, в которой, ну, просто и неинтересно, и нет места гаджетам, то у ребенка есть много разных альтернатив. Если у ребенка есть много друзей, об этом тоже должны позаботиться родители, создавая условия, чтобы ребенок был вхож в круги сверстников в разных ситуациях жизненных. Если он видит, как родители много общаются с другими людьми, с удовольствием общаются с людьми разного возраста, разных поколений, потому что там еще звучит о неуважении, о нецензурной лексике и так далее, да, в вопросе. И это все на самом деле, если вы внимательно вообще-то вслушаетесь в то, что было сказано, описан образ жизни современных людей. И поэтому дети — часть этого общества. Поэтому наша задача понять, может быть, мы тоже как-то в своей жизни очень мало внимания уделяем каким-то вещам, и помочь детям через наблюдение за нашим образом жизни увидеть еще что-то интересное помимо вот этих гаджетов или еще чего-то. То есть нужно начинать себя, менять образ жизни свой, чтобы ребенок повторял и менялся вместе с собой. Но это нужно делать как можно раньше. Дело в том, что когда нам кажется, что ребенок еще очень мал и так далее, но если мы посмотрим на семьи, где с младенцами, но уже выходят в разные жизненные ситуации, легко и смело включают ребенка в разные жизненные обстоятельства, не закрывают его от мира, от микробов, от плохого влияния и так далее. А там, где вот ребенок — часть жизни, он живет этой естественной жизнью вместе с родителями, при этом насыщенной, богатой разными всякими моментами содержательными из профессии, и с родственными связями, общением с родственниками, друзьями, посторонними взрослыми, даже соседями. То есть там, где есть вот этот открытый мир, где есть выбор, там дети вряд ли станут застревать только лишь на гаджетах. Просто должен быть распланирован день, ребенка не должно быть оставаться свободного времени. Просто оно должно быть, но оно должно быть грамотно и, опять же, незаметно родителями, организовано так, чтобы ребенок думал, что он отдыхает, но при этом у него было наполнение какое-то смысловое этого времени, когда он получает удовольствие. При этом ведь разный опыт — это еще и вклад в копилку самосознания. То есть ребенок о себе ничего не узнает, пока он не попадет в разные виды деятельности. Поэтому, находясь только в среде гаджетов, у детей формируется и низкая самооценка, и отсутствие веры в собственные силы. Чтобы это все было, и вера в себя, и так далее, им нужно предлагать разные жизненные обстоятельства. И в этих разных жизненных обстоятельствах создавать условия, чтобы они были успешны. И помогать им делать акцент, получать удовольствие от этих жизненных ситуаций. Елена, хотела еще с вами поговорить о такой проблеме, которая часто всплывает на форумах, и очень часто обсуждается. Родители пытаются оплатить свои нереализованные в юности амбиции, какие-то мечты. То есть, если я не был чемпионом, чемпионом должен стать обязательно мой ребенок. Вот скажите, как вы прокомментируете такую позицию родителей? Это, безусловно, то, что у родителей есть какие-то мечты, это очень здорово. Но если они их, то получается, что самый главный вопрос, как можно трансформировать в той точке жизненного пути, в которой они находятся, эту мечту, ее реализовать. Поэтому самое разумное — воплощать собственные мечты. Потому что они наши, и они понятны только нам. Они возревают в рамках наших индивидуально-типологических особенностей, с которыми мы рождаемся, нашего опыта уникального. У ребенка все равно уже другие какие-то характеристики, даже биологические. Для ребенка важно какое-то открытие. Конечно. И его собственное жизненное переживание, все, что с ним связано. Поэтому самое большое удовольствие в жизни приносит действительно собственно выбранные пути и открытие на этих путях. Потому что если родитель уже задал тебе что-то и ведет тебя и давит в рамках чего-то, то, конечно, может ребенок воплотить. Мы много встречаем интервью достигших чего-то в жизни людей, которые говорят спасибо своим родителям, что они давили, заставляли, требовали. Но, тем не менее, мы не знаем, какой бы путь был, возможно, ребенок это выбрал бы сам. Но только он жил без ощущения давления. И получается, что ведь каждый имеет право реализовать свою мечту. Зачем же отбирать ее у ребенка и заменять тем, что не является его собственным мечтанием и так далее. Поэтому мне кажется, здесь логично таким родителям думать над тем, что больше того, это как раз сближается с ребенком. Чтобы заслужить уважение, вызвать интерес у собственного ребенка, нужно быть человеком, который проживает богатую, счастливую, наполненную жизнь событиями и смыслами. Поэтому получается, что может быть важнее как раз заняться своей собственной жизнью, насытить ее, наполнить и стать счастливым, чтобы ребенок видел, что это возможно и пользовался теми же средствами. Елена, еще один вопрос о взаимоотношении. Есть такая индейская поговорка, сейчас озвучу ее, зачту. «Ребенок, гость в твоем доме. Накормил, воспитал, отпусти». Вот скажите, вы согласны с этой мудростью? Согласна полностью. Я очень часто на своих консультациях с родителями говорю фразу про то, что дети приходят в нашу жизнь на время, набирают своих ресурсов для собственной жизни и уходят в эту собственную жизнь. И мы должны всегда понимать, единственный ли у нас ребенок или несколько их. Но мы должны понимать, что наступит момент, когда действительно нужно отпустить ребенка и остаться один на один со своей жизнью для того, чтобы дать время ребенку заниматься его. Поэтому изначально не нужно настраиваться родителю на то, что вы вечно будете сопровождать ребенка и за него проживать его жизнь. Потому что, наверное, более тяжелую ситуацию представить себе невозможно, потому что тогда и вы не живете свою собственную, и у ребенка отобрали его возможность прожить свою собственную жизнь. Поэтому получается, что да, эта пословица, наверное, она как раз подсказывает, может быть, суть родительства, что мы должны понять. Да, мне ещё очень нравится пословица, которую я не помню, к чьё авторство, но смысл в том, что ребёнок — это сосуд, данный на хранение. То есть какое-то время мы сохраняем всё, что дано ему от природы, даём ему какие-то новые ресурсы, но период хранения ограничен. То есть наступает момент, когда ребёнок нуждается в раскрытии всего того, что он у нас получил. Поэтому да, пословица замечательная и неплохо ей следовать. Елена, ну мы поговорим сегодня с вами о воспитании, и коснуться, не коснуться, вернее, наказания было бы неправильно. Скажите, как это правильно делать? Дело всё в том, что вообще сам даже термин наказания, да, он уже вызывает какой-то эмоциональный дискомфорт. Поэтому Адлер, есть такой Альфред Адлер, да, психолог, который последователь Зигмунда Фрейда, который сформулировал очень интересную мысль, на мой взгляд. Он говорит о том, что самое, наверное, важное в процессе воспитания ребёнка, это чтобы он как можно раньше получил опыт от последствий собственных действий. Вот получается, что вот этот опыт последствий собственных действий, это очень ценное знание, это опыт. Это то, что единственное, что нам действительно помогает вообще принимать решения, действовать, вырабатывать какие-то новые стратегии. Поэтому получается, что вот все действия родительские, они должны быть направлены только на это. И наказание, да, за что? То есть, если вы устанавливаете свод правил или требований, которые помогают ребёнку жить, которые задают ему ориентиры, а это очень важно, потому что это почва под ногами, это действительно момент, когда ребёнку легче живётся, то понятно, что у вас есть санкции, если нарушаешь, то вот эти санкции, да, я бы не хотела называть это даже наказанием, хотя слово санкции нам тоже, наверное, порядком надоело в последнее время, да, но тем не менее, вот последствия, да, то есть важно опять же, чтобы, как вот в учебной деятельности мы говорили, чтобы они были привязаны к тому, что нарушено, то есть чтобы ребёнок усвоил этот опыт, ведь наша задача не причинить страдания ребёнку, поэтому наказания, причиняющие страдания, унижающие личность, они вообще никуда не ведут, кроме как активизации агрессивных каких-то вариантов поведения, либо наоборот закрывают ребёнка и прячут его, да, то есть он прячется от жизни и от этих опасностей, то есть мы тогда либо воспитываем труса, либо воспитываем агрессора, да, то есть а смысл? Получается, что смысл ведь наказаний в том, чтобы помочь ребёнку быть более успешным в жизни, но тогда давайте ему помогать, да, сориентироваться в этой жизни, поэтому я бы наказание заменила на ориентиры, но бывают ситуации, когда действительно необходимо довести требования до какого-то вот логического завершения, и тогда наказания возможны, но самые такие, да, мне кажется, уже тоже это достаточно распространённое знание, что самое логичное наказание — это лишение чего-то, чего ребёнок там ждал, планировал, хотел, да, но при этом это зависело от вас, и если он не выполняет ваших требований, то вы говорите, да, совершенно верно, то вы говорите, что как ты относишься к моим правилам, точно так же я буду относиться к тем, которые я устанавливаю, и там важного для тебя. Ну, исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что ребёнок — это личность, да, которая имеет свои интересы, которая имеет свои взгляды на мир. Скажите, ну, что делать, если видишь, что ребёнок свернул куда-то не туда? Как же правильно вот направить ребёнка? Угу. Вот это очень сложный вопрос по той простой причине, что ничего не происходит случайно. То есть если ребёнок выбирает какой-то жизненный путь, который приносит вред ему или окружающим, это говорит о том, что весь период его жизни он был наполнен событиями либо опытом, который привёл его к выбору этого пути. Поэтому получается, однозначно, мы всё равно так или иначе, анализируя всю эту ситуацию, придём к тому, что в его семье, потому что это самое главное его ближайшее окружение, и в его ближайшем окружении были какие-то ситуации, были такие, или вообще весь образ жизни построен так, что это привело к вот этим выборам. Поэтому самый, наверное, всё-таки продуктивный вариант, потому что если у людей сформирован какой-то вариант проживания своей жизни, организации своего времени и отношений внутри семьи, то, скорее всего, они сами этого не заметят. Хотя, скорее всего, окружающие часто видят и говорят, но скорее не слышат. Поэтому чаще всего в таких случаях приходится обращаться как раз к психологам. Для этого они, наверное, и существуют. Но если хотят сами выбраться, если это возможно, и если не такое уж существенное это нарушение, то просто нужно проанализировать, какие факторы повлияли на этот выбор. Разобраться с этими факторами и предложить альтернативу. И возвращаемся к тому, что менять свой образ жизни нужно. Часто всё равно это придётся сделать. Давайте дадим такое своеобразное домашнее задание в конце нашего разговора для родителей. Расскажите нам несколько техник, которые бы помогли улучшить взаимопонимание между поколениями. Ну, я, наверное, расскажу общую технологию. А в рамках этой технологии техники можно уже выдумать самостоятельно. Дело всё в том, что все техники, улучшающие взаимопонимание между родителями и детьми, это сама жизнь, но только её совместное проживание. А совместное проживание — это совместная деятельность. То есть это бытовые дела, досуг, это любые формы взаимодействия в процессе чего угодно. То есть даже совместно можно чистить картошку и в этом процессе болтать и сделать этот процесс увлекательным и творческим. Можно вместе пойти, я не знаю, зимой кататься с горки, летом, там масса всевозможных тоже развлечений. И в процессе этого мероприятия поговорить с ребёнком по душам, расспросить о его чувствах, о его переживаниях, понаблюдать, как он это делает, обязательно дать ему обратную связь, что вы в нём видите и что вас восхищает в его способах действия. Рассказать о своём опыте, который был у вас в его возрасте сейчас. Может быть, вообще у вас он впервые, а ваш ребёнок уже очень осведомлён, и вообще у него шикарно всё получается. То есть должно быть всегда сотрудничество, личный пример и совместная деятельность. И обязательно совместное действие, не нужно находить обязательно время. То есть отложить все дела и сконцентрироваться на собственном ребёнке. Елена, спасибо вам большое. Думаю, что наш разговор будет полезен и интересен родителям. Всего вам доброго. Спасибо, что были эксперты в нашей студии. Спасибо. Всего хорошего. 15 сентября в Белгороде у спортивного комплекса Светланы Хоркиной в шестой раз состоится праздник благотворительности «Белый цветок». В нём примут участие более 150 учебных заведений области. В рамках акции пройдут ярмарка, мастер-классы и концерт. Собранные деньги пойдут на адресную помощь тяжелобольным детям. Один из тех, кто нуждается в поддержке – четырёхлетний Ваня Бутко из села Хуторище Волоконовского района. О нём наш следующий сюжет. Ваня и две его сестры воспитываются в приёмной семье. Окружены любовью и заботой. 4 сентября мальчику исполнится 5 лет. И подарок он уже заказал маме. Ведяной автомат. Ведяной пистолет. Ваня не отличается от других детей. Жизнерадостный, игривый, первый помощник. И, как полагается, у него самые детские мечты. Только поверить в них до конца не даёт болезнь. У Вани рак крови. Сейчас период ремиссии. А значит, на первом месте игры с любимой сестрой. Я хочу, чтобы мой брат никогда-никогда не болел. Был здоровый и хорошо ел. Основное лечение мальчик получает бесплатно. Но препарат Руокутан, который Ване необходим для поддержания здоровья, не входит в перечень бесплатных лекарств. Средства, которые соберут в рамках благотворительной акции «Белый цветок», обеспечат Ваню этим препаратом на полгода. Три раза в день. И на месяц нам надо три упаковки. Одна упаковка стоит 5000. Нам очень трудно его приобретать. Семья Вани надеется на чудо. Как и все родители, мама верит, что болезнь удастся победить. А поддержка участников благотворительного марафона «Белый цветок» поможет пройти еще один этап в этой борьбе. Спортом бизнес не испортишь. Под таким девизом каждый выходной проходит народная спартакиада для организации региона. Их проводит автономное некоммерческое объединение «Спорт-31». Стать участником может каждый. В этом убедилась я со своими коллегами. В эти выходные команда «Мира Белогория» играла в «Авиадартс». Если вкратце, мы летали на дельтаплане и с высоты птичьего полета пробовали скинуть груз точно в цель. А полную картину того дня вы увидите в следующем сюжете из села Нечаевки Белгородского района. Итак, Екатерина Ковалева, Наталья Войтенко и Никита Черных убедились в том, что корпоративные игры сплачивают и эмоционально разряжают. Любите ли вы активный отдых? А часто ли встречаетесь с коллегами не на работе? Наш ответ – да. Именно поэтому мы сегодня здесь, и не только в роли съемочной группы, но и в роли участников. Наша команда – телепузы, и мы готовы на отлично провести этот день. Ответ – да! Наша команда начинает соревнование первое. Вот в моих руках груз, который мы должны будем с коллегами скинуть в мишень диаметром 8 метров. Посмотрим, как у нас это получится. Должны попасть по условиям соревнования либо в саму мишень, либо в радиусе до 15 метров. Если учитывать попутный ветер или встречный ветер, отклонения будут незначительные. Значит, просто нужно учитывать скорость дельталета в этот момент. Вы готовы? Тогда поехали! Полетели! Полетели! Это очень хороший результат для вас, тем более вы первый раз бросали это дело. Значит, это вы набрали сразу в первом броске 100 очков лично, допустим, и 100 очков во втором броске. То есть сумма баллов ваших будет суммироваться с другими членами вашей команды. В планере летало, на водушном шаре летало, теперь на дельтаплане слов нет. Каждый раз это новое ощущение, будто крылья за спиной. И хотя я в мишень не попала, но окончательно переборол свой страх, и теперь ничего не мешает исполниться моей мечте прыгнуть с парашютом. В соревнованиях принимают участие 6 команд. Кто-то наблюдает за полетом на дельтаплане, кто-то сейчас в ожидании. Давайте познакомимся с некоторыми участниками. Здравствуйте, вас как зовут? Здравствуйте, Александр. Вы представляете какую организацию, компанию? Комбинат Моруда. Как часто принимаете участие в соревнованиях и почему сюда возвращаетесь снова? Мы получаем большую дозу адреналина, летя на высоте птичьего полета. Очень интересно участвовать в таких соревнованиях. Это сплочает коллектив, мы становимся ближе. На самом деле, авиадарс – это не единственное направление, в котором можно поучаствовать в спорте-пиаде, спортом, бизнес не испортишь. Скажите, какие направления еще ожидают участников? На протяжении предстоящих четырех месяцев у нас пройдут соревнования по гиревому спорту, плаванию, мини-футболу, шахматам, бильярду и снукболу, не менее интересному новому виду. Где можно об этих видах узнать и где можно зарегистрироваться? На сайте спорт31.рф. Можно получить всю информацию необходимую. Там есть контактные телефоны, есть регламенты соревнований и правила. Можно позвонить и записаться. До третьего места нам не хватило совсем чуть-чуть. Мы стали четвертыми. И пусть мы не фаворитах, зато однозначно можно сказать, что наш коллектив стал еще дружнее. Наталья Войтенко, Никита Черных. Программа «Такой день» на Мире Белогурья. Сразу два праздника в одном. Фестиваль детского футбола и открытие нового мини-стадиона. Сегодня наши корреспонденты побывали в одном из дворов областного центра на улице Губкина, где появилось новое футбольное поле. О первых забитых галах репортаж Александры Прозоровой. Громкая радость за свою команду. Сегодня Тимофей как никогда видит всю напряженность игры. Он на воротах. Футбольный стаж семилетнего Тимы – два года. Впереди, уверен, грандиозные победы. Мечтаю, чтобы я вошел в сборную и выиграл кубок. Кубок чего? Чемпионат мира и евро. То есть ты хочешь стать профессиональным футболистом? Да. Я похожу чуть-чуть на Роналду. И чтобы стать русским Роналду, у Тимофея есть теперь не только данные и желания, но и современная тренировочная площадка. Искусственное поле появилось здесь благодаря финансовым вложениям Российского футбольного союза и региона. Причем эта площадка – не только тренировочная база будущих футболистов. Здесь будут проводиться занятия для студентов. Второе – это будет бесплатное посещение. Занятия будут проводиться для жителей ближайших микрорайонов. Третье – это будут осуществляться тренировочные занятия в спортивной школе, в том числе и «Стрела», которую вы видели детей сегодня. Помимо самого футбольного поля, неподалеку разместился и силовой городок. Пока таких открытых тренировочных комплексов, построенных по проекту Российского футбольного союза, в области три. На очереди старые осколы, районные центры. Александра Прозорова, Дмитрий Коваленко. Такой день на Мире Белогорья. Ну а сейчас наша рубрика ретро-новости 29 августа в сюжетах прошлых лет на основе архивов информационной службы Мира Белогорья. В августе 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС произошла крупная промышленная техногенная авария. Восстанавливали самую мощную в России гидроэлектростанцию всей страной. Более сотни белгородцев 29 августа специальным авиарейсом улетели в Хакасию для работы на Саяно-Шушенской ГЭС. В этот день в 2013 году под Прохоровкой в районе села Берегового поисковики из отряда «Звонница» вместе с местными жителями извлекли с двухметровой глубины обломки немецкого самолета «Фоке-Вульф», более известного на фронте под названием «Рама». Тогда же в Новом Осколе на здании местного районного отдела внутренних дел была открыта памятная доска в честь великого сыщика Ивана Дмитриевича Путилина, уроженца Нового Оскола и первого главы сыскной полиции в Санкт-Петербурге. В 2014 году в области стартовал проект «Белгородский фонд «Детская книга». Его кураторы сделали свою подборку лучших примеров литературного творчества для детей. В этот день в 2015 году Белгородская область масштабными учениями с использованием авиации, тяжелой техники, а также показательными выступлениями элитных подразделений отметила 85-ю годовщину образования воздушно-десантных войск России. В торжествах принял участие командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов. 29 августа 2017 года Белгородский государственный университет стал единственным провинциальным вузом Центрального федерального округа, которому Министерством образования и науки с 1 сентября 2017 года разрешено самостоятельно присваивать ученые степени. Теперь все самое важное и интересное, что выходило в эфире первого областного телеканала, можно получать на свой почтовый ящик. Новости, программы, мастер-классы, афиши событий, музыкальные подборки смотрите, читайте, слушайте в удобное время. Просто зайдите на главную страницу сайта мирбелогорья.ру и впишите адрес своей электронной почты в окно в левом верхнем углу экрана. Так вы точно ничего не пропустите. Такой день, 29 августа. С вами в студии была Екатерина Ковалева. До новых встреч.